МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Метель, гололед и мокрый снег. Спасатели предупреждают о непогоде, которая сегодня вновь ожидается на Алтае. Прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду и плюсовая температура. Уже завтра возможно понижение температуры местами до минус 19. Это при сильном ветре. А в начале декабря синоптики обещают, что столбик термометра в некоторых районах региона может опуститься до минус 39. В Краевом управлении МЧС рекомендует переждать сильные порывы ветра в помещении, а находясь на улице, подальше держаться от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Также не стоит парковать автомобили под балконами и, по возможности, не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру 101. Тем временем города и районы края утопают в снегу. Жители Камня-Наоби жалуются на то, что на дорогах нет техники. Снег не успевает убирать со дворов и пешеходных тропинок. Как пишут Каменские известия, автомобилисты вынуждены пробивать путь сквозь снежные заносы. На дорогах колеи на некоторых улицах из-за сугробов трудно разъехаться двум автомобилям. По предварительным данным, за последнюю декаду ноября уже выпало количество осадков, более чем в два раза превышающее норму. Тем временем корреспонденты издания приводят цифры. На зимнее содержание дорог Камня-Наоби до конца этого года предусмотрено 870 тысяч рублей. И есть подрядчик. По какой причине администрация Каменского района затянула с проведением котировок и заключением контракта, неизвестно. Как правило, в прошлые годы к снегоуборочным работам приступали уже в начале ноября. Депутаты Краевого законодательного собрания сегодня утвердили бюджет региона на 2019 год в окончательном втором чтении. Дискуссии не было, приняли почти единогласно. Всего трое представителей фракции КПРФ высказались против. Доходы составят 100 миллионов 642 тысячи рублей. Причем половину заработает сам регион в виде налоговых и неналоговых доходов. Еще 48 миллиардов поступит из федерального бюджета. Расходы в 2019 году предполагаются на 5 миллиардов больше. После первого чтения бюджет увеличился на 10 миллиардов рублей за счет роста федеральных поступлений. Эти деньги направят на повышение оплаты труда бюджетников. Как еще распределят средства Краевой казны и о других решениях в декабрьской сессии законодательного собрания, смотрите в вечернем выпуске наших новостей. Чудес не бывает. Эту фразу неоднократно повторил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев, отвечая на вопросы депутатов ОКЗС. В рамках традиционного парламентского часа накануне подводили итоги сельскохозяйственного года и озвучили планы на будущее. Алтайский аграрный край по-прежнему в лидерах по объемам производства яровой пшеницы, гречихи и овса. В этом году удалось собрать более 5 миллионов тонн зерна. С этими показателями наш регион на четвертом месте среди регионов страны. Однако, несмотря на хорошие результаты, по мнению некоторых депутатов, качество зерна вызывает сомнения. Министр сельского хозяйства Края Александр Чеботаев подтвердил, что урожай этого года заметно уступает прошлогоднему. Депутат Василий Железовский, представитель фракции «Справедливая Россия» затронул еще один больной вопрос отрасли – трудоустройство, насилие. Рабочий класс заметно сокращается, при этом свободных вакансий на сегодняшний день более тысячи. Мы слышим большинство, уважаемое мясо. Меня больше люди интересуют. 50% жителей живут в насилии. Динамик занятости сельскохозяйственным производством. Если говорить о механизаторах, операторах машинного отдаения, допустим, но это очень серьезная проблема на сегодняшний день для многих сел. Ну, как-то, наверное, не знаю, самый страшный вопрос, что вот именно заработная плата на сегодняшний день перестала быть стимулирующим фактором. И даже так называемые подъемные людей особо не привлекают. Хотя субсидии для молодых специалистов, желающих работать на селе, заметно выросли. От 150 до 300 тысяч рублей, при условии, что у молодого сотрудника есть высшее образование. Озвучил министр и планы на 2019 год. На развитие сельского хозяйства из краевого бюджета выделят более 1 миллиарда рублей, что на уровне прошлого года. А вот федеральное финансирование сократится почти на 700 миллионов рублей. Причина в том, что часть средств в край уже поступила, к примеру, на компенсацию за ГСМ. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин. Наши новости. В завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Плюсовая температура придет в край около 0 в Камненаби и Рубцовске. В Барнауле днем во второй половине дня потеплеет до плюс трех. Юго-западный умеренный ветер днем к вечеру усилится. Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего вам настроения. До встречи.